здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами свеклана филатова и я в первую очередь хочу поздравить вас с наступающим новым годом я благодарна вам от всего сердца за то что мой канал вырос за этот год вдвое представляете я не ожидала что такое вообще возможно и благодаря только вам вашему вниманию вашей любви вашему вдохновению тяги к учебе мой канал вот так вот растет спасибо вам огромное от всего сердца мои дорогие подписчики друзья я вас просто обожаю люблю и мне очень хотелось сделать вам подарок как вы знаете самый лучший подарок это подарок сделаны своими руками но я сделала и своими руками и своими мозгами вот объявила недавно конкурс не конкурса объявлений объявила что собираю ваши данные для того чтобы в первую очередь конечно же я хочу с вами познакомиться мне безумно интересно было получать ваши письма спасибо вам огромное за ваше поздравление многие меня поздравили спасибо вам за вашу откровенность многие написали свои жизненные ситуации я ну я я вам очень сочувствую я хочу вам как-то протянуть руку помощи но вы знаете вот сложность оказалась в том что писем было очень много и поэтому ну если бы я взяла от одного кого-то и стала разбирать там на совместимость на все на на все подряд да то вам всем было бы скучно поэтому я решила сделать немножечко по-другому на ваши данные у меня конечно же останутся если кто-то сегодня не попадет в этот разбор обязательно я буду иметь в виду когда у нас будет какое-то окошко когда не будет интересных интервью я вернусь к этим разбором и мы с вами продолжим эту деятельность потому что вы прислали материала очень много безумно интересного но как вы понимаете формат нашего видео не предполагает очень длинных видео разборов да и вообще да я тоже не железная как бы больше часа сложно разбирать поэтому я решила сделать разбор по вашим почерком и но почему именно почерк я беру я всегда когда делаю консультацию я стараюсь взять почерк и в первую очередь разбираю именно его почему потому что из почерка я вижу сигналы из бессознательного какие страхи в человеке есть какие зажимы что ему надо отредактировать что что у него не так вот на данный момент момент написания этого текста и вот мне показалось что это будет наиболее ценно и максимально охватит то количество писем которое я получила я смогла разобрать 19 писем ну вот буквально по нескольку слов я скажу об этих 19 людях до которые прислали об этих 19 подписчиков я сразу скажу я не обращала внимание на то кто мне написал какие у вас многие из вас не рассказывали свои жизненные ситуации я просто скачала все письма в одну папку и потом из этой папки брала те которые попадались мне ну можно сказать в случайном порядке поэтому но вот вот так вот кто попадет в этот разбор и письма мне показались наиболее интересными с точки зрения как раз разбора потому что ну все таки спасибо вам большое за ваше доверие да но мне не хотелось бы чтоб ну вот как-то сильно светить ваши лица многие мне прислали свои лица вы все безумно симпатичные вообще ну вот знаете такой портрет можно сказать моих подписчиков мне очень понравился и по нумерологии тоже там же данные какие-то вносятся а здесь получается что письма только вы поймете что это ваше письмо да и я дам вам несколько рекомендаций возможно возможно какие-то черты характера ваши проговорю ну давайте не будем затягивать я еще раз поздравляю вас с новым годом но в общем то я еще буду поздравлять я я на этом не ухожу да мы не расходимся я просто перехожу плавненько к письмам которые вы мне прислали первое довольно ну вот не не очень хорошего качества но тем не менее многие вещи тут уже видны и я сразу скажу что может быть я не буду прям сразу обращать ну говорить почему я это вижу я просто сконцентрируюсь на чертах характера и на каких-то зажимах возможно которые я вижу по письму потому что но я думаю что это самое ценное объяснять откуда я это получила вы можете кстати сами это все разобрать у меня под видео есть ссылочка на графологию вы можете потом вот прям взять и вот каждое письмо которое я буду разбирать вот вам кстати кто уже учится на графологии вам тоже такое задание вы можете взять вот это вот этот мой разбор и понять откуда я это все взяла да вот по каким признакам это понятно вот из курса графологии вы все поймете а я буквально так поверхностно будут проходиться по каждому из вас будут давать там а ну по по 45 качеств характера до которые я вижу но я думаю что это будет будут такие самые знаковые качества характера конечно по каждому почерку по каждому письму когда я консультирую я говорю намного больше вы как вы все это понимаете поэтому не буду дальше затягивать канитель и так первое письмо недостаточно хорошего качества но для того чтобы проанализировать некоторые моменты этого достаточно я сразу вижу что у человека есть сложности с общением человеку хочется иногда куда-то убежать до убежать в свой домик и перезагрузиться возможно что человек старается может быть быть очень комфортным до для окружающих он он довольно комфортный но у него часто меняется настроение вот в процессе письма вы видите что и наклон меняется и ширина букв уменьшается то есть получается что человек ну вот немножечко потерян да и вот его очень загружает скажем так лишнее общение но обратите внимание кстати смотрите наклон сначала вообще практически без наклона пишет то есть человек который живет ну можно сказать по своему ритму да а потом он немножечко наклоняет да и при этом строчки уходят немножечко вниз то есть пессимизма это добавляет то есть пытается встроиться в вклиниться струю но обратите внимание что подпись с наклоном причем подпись такая можно сказать скоростная то есть подпись это наш логотип это то как мы себя показываем наша маска человек очень старается показать свою как то что он не копается то что он умеет быстро принимать решение на самом деле это ему некомфортно и поэтому вот это желание уединиться желание перезагрузиться то есть маска у человека немножечко другая нежели вот то как он себя ощущает ему как-то вот приходится перезагружаться ну вот за счет того что он просто уходит от общения уходит на какое-то время и вот приходит в себя а при общении он показывает большую скорость жизни хочется ну вот что называется быть в домике да при том что ну как бы вот маска не соответствует тому что человек сам и себя ну вот как он себя ощущает значит и еще знаете одна сложность которую я вижу это человек не любит новых знакомств он старается избегать ну вот с теми кто уже вошел в его круг он поддерживает общение но с теми кто хочет войти в его круг он держит дистанцию и эмоционально не открывается сразу то есть для него это стресс вот такая не знаю узнал кто-то себя или нет но я это все делаю в записи потому что мы мы знаем что у меня что-то проблемы какие-то с интернетом пока они не решились но это же не повод чтобы отменять подарок правильно поэтому я решила это записать а второй пример вот мы плавненько переходим а к ко второму примеру и здесь я вижу что человек в делах очень хочет все упростить меньше напрягаться физически он очень дружелюбен с новыми знакомыми а но со старыми у него нет желания много эмоций вкладывать в общение то есть получается что вот ситуация абсолютно другая нежели вот в предыдущем примере в предыдущем примере человек ну как бы с трудом впускает свой ближний круг людей да а вот здесь наоборот человек как бы открыт он с удовольствием с вами пообщается он будет очень дружелюбным он откроется эмоционально но если вы захотите на постоянной основе ну вот как-то с ним подружиться то он ну будет уже так с меньшим энтузиазмом то есть для него очень важно вот это вот прочитать книгу да а потом когда книга прочитана она уже ему не интересно это в плане общения а дальше я вижу хороший оптимизм причем такой знаете внутренний внутренний не тот который знаете будут у нас примеры дальше где человек пытается показать оптимизм но внутри он пессимист а здесь вот как раз внутри он как раз оптимист такой он он уверен в том что все будет хорошо вот это тот человек у которого стакан всегда наполовину полон и даже не наполовину нормально все в общем оптимизмом немножечко его подтягивает в прошлое какие-то установки в прошлом у него сидят но не существенны но они есть дальше и человек не торопится жить вот он живет по своему ритму жизни он не пытается попасть в какой-то ритм жизни который принят знаете вот как когда я учила правила дорожного движения там нужно было чтобы вот выезжая на дорогу ты должен двигаться в одном скоростном режиме с другим транспортом да не не медленнее не быстрее чтобы не создавать проблемы другим участникам движения вот в данном случае человек как бы едет чуть помедленнее чем может быть раздражает других людей но в общем то ему так комфортно ему так надежно и ну вот так вот вот такой у нас человек да вот вообще настолько интересно рассматривать ваши почерки и вы настолько будут просто здесь можно любые примеры для моей графологии брать вот из тех примеров которые вы прислали и мы переходим плавненько так почему у меня здесь а вот троечка до третий пример здесь я сразу вижу большие амбиции у человека так сейчас я себя немножко сдвину чтобы не закрывать всю красоту амбиции и знаете вот в человеке есть такая способность очень редкая сделать из совершенно обыденных вещей сделать такой такую конфетку да вот вот совершенно обычные какие-то обыденные надоевшие вещи он возьмет их украсит каким-нибудь там бантиком и это уже выглядит как что-то новое и сверхъестественное вот этот человек как раз он обладает такой способности знаете как и рюшечки какие-то добавить и уже стало веселей дальше человек довольно экономный вы знаете вот к своим ресурсам этот человек относится очень взвешенно да умеет планировать в отличие от многих кого мы сегодня еще будем рассматривать то есть человек не не будет разбрасываться это тот человек который ну вот и будет учитывать какие-то особенности да которые говорят что не надо ходить в продуктовый магазин на голодный желудок там или брать много денег когда идешь на шопинг да вот этот человек очень четко знает свои цели да знает что он хочет купить да если там какие-то расходы непреднамеренные он ну как бы себя оградит от этих импульсивных расходов дальше что еще изменчивость присутствует в почерке то скромница то королева но вот это вот игривость можно сказать в комплексе с рюшами да очень интересная я думаю женщина да потому что тут прям но это женские черты характера намного амбиций в общении но быстро остывает то есть все таки много эмоций вообще не извините я тут я себе шпаргалку сделала да думаю странно я уже про амбиции говорила много эмоций сначала но потом быстро остывает это вот когда начинает общаться с новым человеком или с уже знакомым человеком хотя со знакомыми это не так просматривается как с новыми с новыми прямо знаете вот здесь вот как раз тот момент когда прочитанность книги наступает вот буквально с первых страниц книги ну то есть начинает общаться вот прям с энтузиазмом но тут же пробегает всю книгу и даже не завершает этого общения иногда то есть в предыдущем случае вот когда я говорила что прочитанная книга то есть первое общение как бы посвящается прочитыванию книги со всеми эмоциями в предыдущем случае и доходит до конца а вот здесь даже до конца не доходит это общение это коммуникация человек просто начиная общаться очень быстро обладая скорочтением предположим да быстро прочитывает эту книгу и до конца общения просто не доходит но уже без энтузиазма как-то завершает это общение но в общем то те кто уже у него в близком кругу он эмоционально достаточно общается ну как взвешено взвешено не так как вот с новым с новыми прям очень сильно эмоционально вкладывается дальше следующий пример интересно вот этот человек живет по собственному ритму жизни да этот человек не будет встраиваться в общую в общую скорость движения да он живет по своей скорости движения и если вам что-то не нравится ищите пожалуйста другую дорогу здесь я еду так как хочу вот так он живет у него очень конкретные взгляды на все если есть какое-то дело он сразу приступает к делу он не откладывает в долгий ящик дальше к расходам кстати эти расходы вот я предыдущем примере говорила о том что человек планирует расходы до расходы касаются не только денег кстати здесь энергетические расходы и эмоциональные ну то есть все что у нас вот есть у нас какой-то ресурс до временной например до денежный вот это все что это и есть ресурс да и вот как человек к этому подходит вот предыдущем примере я на примере денег рассказала но то же самое касается и времени еще чего-то да вот всего что у человека есть какой ресурс чем он обладает тут еще способность подсчитать свой ресурс данные не все из нас осознают что в сутках всего 24 часа и их надо как-то вот четко спланировать вот то же самое касается и денег не все из нас осознают что денег у нас определенное количество и часто мы разгуливаемся да ну вот вот этот человек не разгуливается он четко знает сколько у него чего есть и он четко это все планирует у него не загуляешь не заиграешься да сразу приступает к делам довольно экономный а довольно сильный нажим интенсивные глубокие стабильные чувства в отношениях энергичность флегматичность то есть человек сильный устойчивый строчки говорят о том что так человек очень рациональный и интеллектуальный последовательная кстати последовательный способ мышления у человека то есть поступательное такое не хаотичное какое-то а вот именно поступательное ну то есть вот это следует из этого ему нужно подвести какую-то черту ну вот так вот а значит надеюсь кто-то из вас опять таки да если кто-то узнает себя ну можете писать можете не писать в комментариях я буду благодарна если вы дадите обратную связь потому что мне это тоже интересно в общем то я знаю что все это это все работает просто хотелось бы от вас просто получить обратную связь что вы увидели себя вот 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 хотя бы так да чтоб я понимала что я не впустую это все вещаю и мой вот этот способ взаимодействия с вашими данными наиболее эффективен потому что ну как бы хотелось бы максимальное количество людей охватить под своим этим сегодняшним разбором все-таки хочется сделать подарок максимальному количеству подписчикам вот вот что самое главное а значит дальше а следующий пример на что я здесь вижу вижу что человек очень трудолюбивый вот это тот человек который но кстати иногда дела не не доводит до конца вот не хватает энергии просто вот настолько он с энтузиазмом дело входит да вот настолько он прям вот весь выкладывается в это дело иногда уже просто не хватает ну вот уже уже просто сил не хватает для того чтобы завершить это дело так здесь я тоже наверно надо переместить себя секундочку я так буду гулять по экрану надеюсь что так 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 значит что еще так где у нас это пятый пример значит очень скромный человек дальше желание быть в одном ритме ну вообще хорошо вот как бы встраивается в коллектив ну то есть человек который не будет на себя тянуть одеяло там еще что-то но очень комфортный в общении человек вот это дальше приспособиться по скорости да вот если выйдет на дорогу он будет ехать в нужном скоростном режиме чем не будет затруднять движение другим участникам немного я вижу пессимизма именно внутри вот именно внутренний пессимизм значит дальше и такое знаете ну я назову это творческим отношением к деньгам и к своим ресурсам ну то есть есть желание где-то сэкономить и часто он там собирает какую-то нужную сумму а потом просто вот на каком-то импульсе берет и тратим ну вот и вот как бы так ну такой творческом вот сегодня у меня период я я не пойду в магазин до завтра пойду и все спущу нафиг вот такое но спущу тоже там объяснение обязательно будет как бы не просто так он пойдет на импульсе да вот хочется пойти потратить нет он просто придет и поймет что вот срочно мне надо купить вот эту дорогую вещь и он просто ну творческий поймет е-мое но раз живем да и купить себе эту вещь вот такая вот такое отношение к ресурсам к деньгам я буду на примере денег лучше рассказывать чтобы это было но более доходчиво и понятно потому что ну как бы когда я буду разглагольствовать по поводу энергии там времени на это слишком долго поэтому будем будем на примере денег да это все описывать дальше следующий человек очень торопится жить ну прям знаете да прям весь на скорости знаете как юлий цезарь одновременно выполняет сразу много дел а дальше но вот в начале делом готов взяться абсолютно за все дела и и с удовольствием за них берется но в конце перегорает причем быстрее чем в предыдущем примере желание знаете вот украсить пространство помните у нас уже был такой пример когда человек из каких-то обычных обыденных вещей способен сделать конфетку вот здесь тот же самый пример он попутно обязательно не на головой думает об одном одной рукой делает второе а третьей рукой украшает пространство вот это вот этот человек дальше у этого человека очень нестандартный подход к делам у у него много мыслей которые часто а приводят к тому что он он может быть из-за этого он так быстро перегорает то есть получается что он всегда в мыслительном процессе он всегда думает он всегда ну вот голова всегда работает вот вот это на дальше интуитивное мышление у человека и пессимизм немножечко зарождается то есть он не успевает всего он не успевает жить и он он понимает что его ресурсы ограничен каким-то количеством времени он старается максимально свой ресурс использовать и подходит к делам моментально он не откладывает в долгий ящик то есть вот вот такой вот но в то же время внутри он понимает что всего он не успеет и поэтому это немножечко приводит его депрессивным каким-то мыслям но я думаю что этот человек у у него это депрессия заканчивается ну или там негативные какие-то мысли заканчиваются после того как он высыпается высыпается просыпается утром и думает ё-моё какие мысли придут мне в голову да вот ну я я думаю что так а там не знаю в общем вот так на следующий пример который мы рассмотрим это у нас седьмой пример человек перед нами мечтатель вот вы знаете у него очень творческое отношение к делам к началу дел вот начинает дела тоже творческие да вот как-то походу может какие-то паузы брать до чтоб присмотреться дальше как только делом на за вот он как называет или начинает считать работой да вот как только его вот это вот дело которое он там запустил с помощью силы мысли там каких-то фантазий да он нафантазировал дело начал делать и тут бах он назвал это работой все пропал интерес все я больше не хочу этим заниматься и я опять улетаю в свои про вот свои мечты в свои какие-то фантазии причем фантазии очень интересные такие знаете вот нестандартные классные ну которые действительно можно использовать но как только это становится рутиной сразу это пропадает у человека интерес в общении довольно общительный и вот много эмоций вкладывает при общении с новыми знакомыми не бросает их на полпути как в предыдущих примерах да вот прочитанную книгу секундочку эту буковку да и продолжает общение этими людьми с которыми наладил но уже может быть иногда не до конца доводит уже само общение со знакомыми людьми да уже зная заранее что там будет да но тем не менее в общем то здесь вот как раз в общении много эмоций может вам излить душу и причем на первой встрече просто вот вы с ним познакомились он может вам излить душу может вам рассказать все свои потайные секреты и вам ничего другого не останется как сделать то же самое ну то есть такой интересный человек и тоже творческое отношение к расходам вот так вот дальше и эмоциональность да вот как я уже сказала эмоциональность в общении эмоциональность во всем то есть а главное что он несет это эмоции на дам значит следующий образец вы видите что совершенно не похож на предыдущие а мы видим что здесь человек старается может быть даже скрыть свои эмоции невозмутимость собранность логика ну вообще он опять-таки живет по своим праве по своим правилам по своей скорости да вот своя скорость жизни и не надо меня подстраивать под общую скорость движения я буду двигаться в своем скоростном режиме говорит этот почерк дальше тут отношение к себе как к личности но немножечко как сказать а недостаточно себя ценит человек да он упрям да он живет по своему ритму но при этом есть вот такая такой червячок который точит его и говорит суши но может и недостаточно хорош может быть тебе надо сделать стать еще лучше может быть и всегда вот этот вот процесс и и может быть его и толкает к тому чтобы становиться лучше но вот вот этой удовлетворенности собой в нем пока нет он он всегда думает что он недостаточно хорош для чего-то дальше следующее ну да даже вплоть до того что ну может быть самооценка немножечко даже заниженная самоуничижение застенчивость осторожность ну кстати здесь я не скажу что прям застенчивость не то но осторожность присутствует он не застенчиво он сразу начинает дела он не откладывает но вот застенчивый человек он бы долго еще собирался прежде чем начать дело нет этот человек четко видит работу и берет и делает а значит но при этом знаете вот есть открытость чувствительность непрактичность да вот вот это тут можно сказать выскочка который выйдет на сцену невзирая на свою самооценку невзирая на какие-то свои внутренние может быть он знает что может я недостаточно хороша чтобы выйти на сцену но я все равно выйду я вам всем скажу да вот вот говорит представитель этого почерка но тут представительница скорее всего на у меня и мужчины и женщины написали но больше конечно женщины я думаю что это женский почерк потому что он ну вот вот поэтому принципу многие из нас девчонок живут ну вот это конечно же выскочка которая не хочет подчиняться недостаточно практичная хочет быть в центре внимания слабый самоконтроль может быть ну вот вот это вот как бы сильные слабые стороны я не знаю вы уж сами решайте но вот такие черты характера да я не буду делить на сильные слабые я просто буду как тот попугай что вижу то пою дальше следующий пример так 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 следующий пример у нас это не мечтатель вот у нас был мечтатель это не мечтатель это человек который довольно нетерпелив а у него живой ум твердый характер мышление нетрадиционное человек склонен к анализу склонность к исследовательской работе высокая внутренняя напряженность даже может быть эгоизм но нет я бы не сказала что это эгоизм это скорее просто технический склад ума да и человеку лучше работать не с людьми то есть с людьми не хватает эмпатии вот в данном случае да и человеку не хочется эмоционально вкладываться в это общение да он не хочет мечтать с кем-то до своими мечтами делиться и вообще он не не любит мечтать это человек практичный да у которого одно следует за другим да не надо вот этих нам соплей разводить до скажет представитель этого на почерка и будет прав в общем-то по-своему да он четко знает к чему куда он идет и зачем тратить себя на какие-то там непонятные эмоции непонятные мечты так дальше ну вот исследователь умеет пользоваться информацией и создавать новое дальше критическая направленность исследований есть критика да внутри то есть он сделает сам себя раскритикует потом сделает еще лучше но это это тот человек который который делает что-то доделает и не распускает каких-то эмоциональных соплей да извиняюсь за такие определения но в общем-то я пытаюсь просто на каждую сторону по на каждый вариант почерка себя поставить и ну в какой-то степени может быть это и грубовато звучит а дальше человек довольно гордый непрактичные ну вот непрактичные в плане а вот именно общение да вот он не может прийти там напеть какие-то песни кому-то он довольно редко может обрезать и хотя нет нет он резко не будет но он просто резко прекратит общение с тем человеком которым ему чем-то не понравилось не будет идти на конфликт он не будет он сам себе знает цену и ну вот вот так вот он будет себя вести ему намного комфортнее общаться именно со своими какими-то вычислениями со своими находками да вот что-то новое находить а нежели общаться с человеком да значит ну вот такой вот у нас этот человечек дальше следующий пример это у нас десятый пример ну что могу сказать вот он оптимист вот он вот он оптимист причем во всех смыслах этого слова это знаете такой человек который ну вот вы его сразу он и производит впечатление оптимиста и является внутри оптимистом это тот человек у которого не просто стакан наполовину полон а у него стакан всегда полон неважно насколько понимаете вот это вот этот человек дальше человек довольно экономный но и знаете тут у меня вопрос к этому человеку не обрезали ли вы фотографию потому что ну вот по полям вот лист именно такого размера бы вот как сейчас написан или нет если он не такого размера я допускаю что такого потому что вот здесь вот вы поджимаете буковки да то есть все-таки это сам лист вы мне прислали именно как скан да поэтому если это действительно границы листа вот в этом диапазоне до находятся то тогда действительно человек довольно экономный да при всем при всем своем позитиве при всем знаете часто бывает что вот такие оптимисты они просто транжиры такие знаете вот разбрасываются своими ресурсами просто потому что думает а ничего страшного нового на живем здесь человек очень четко свои ресурсы знает да и четко их распределяет да вот у него не загуляешь вот он при всем всем своем позитиве да и радуши но у четко знает чем он может распоряжаться и за свои границы не заходит человек довольно надежный человек много думает и может быть вот на эти мысли у него уходит какое-то количество энергии и может не хватать энергии на здесь и сейчас поэтому может быть поток мыслей надо немножечко остановить да как только мысли куда-то пошли сказать стоп все ша сейчас мы не думаем о живем сегодняшним днем просто наслаждаемся живу до идем и смешим как веселим пространство значит дело общение вот как он относится к этому без фанатизма вот по мере поступления будет день будет пища то есть человек который пришел в этот мир этот мир веселить радовать вот такой перед нами сейчас человек дальше следующий пример так это у нас какой одиннадцатый пример вот этот человек очень комфортен в общении но сам сам по себе вот он со стороны ну такое ощущение что ему нравится это общение но ему периодически надо перезагружаться ему надо уходить от людей и отдыхать вот его иногда на это тянет ему нужно пространство для того чтобы общаться с людьми и вот иногда уходить к себе в домик и пережидать какое-то время потому что он устает он он очень общительный он со всеми договориться коммуникабельный но вот вот иногда надо отдыхать позволять себе дальше довольно нет не завышенная самооценка почему я здесь написала а нет я я нет не здесь на много думает импульсивные расходы у человека и долго приступает к делам может быть даже нерешительные в этом плане но он понимает что дела это еще общение еще какие-то ну еще взваливать на себя и так он устает от общения хотя хотя он очень комфортен он со всеми со всеми договориться со всеми подружиться с ним одно удовольствие дружить вот такой перед нами человек а вот следующий уже да вот вот он завышенной самооценкой такой вот прям весь ну не то что прям завышенной но на прям четко знает себе цену так просто к нему не подойдешь ну не хотя подойдешь иногда заносит значит у этого человека все правильно человек очень организованный просто вот все рассчитано все четко по пунктикам все прям вот комар носа не подточит значит завышенная самооценка может ну вообще просто хорошая самооценка вот так вот я бы назвала готовность открывать для себя что-то новое не критично относится к себе не рефлексирует ну то есть ему не мешает вот это вот ощущение что ой я наверное стою на дороге ой мне наверное надо ехать со всеми в одной скорости это он совершенно комфортно ему эта скорость на которой все едут ему тоже она подходит и поэтому он на ней тоже движется он не медленнее не быстрее ну он так вот ему это комфортно эти правила которые есть они ему комфортно он их впитал еще там в детстве до его по этим правилам живет ему это нормально а дальше широкие взгляды на жизнь открытость значит рациональность интеллект вот эти качества этими качествами обладает этот человек следующий пример это у нас человек вернее пример под номером парам 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 13 люблю эту цифру значит под цифрой 13 у нас этот почерк значит что я вижу много энтузиазма и обещаний на старте в деле в эмоциях в отношениях вот вы встретите этого человека он вам скажет а дом построить это ерунда давай мы с тобой такой дом построим или там встретите он скажет ой давай с тобой дружить я такой открытый да и вы такой о классный я давно такого открытого человека искал на первом этапе он вам прям раскроет душу а потом вы для него станете резко прям сразу не закончиво это общение вы ну вот в какой-то момент он вас быстро прочитает и на этом остановится дальше продолжать неинтересно ну то есть такой знаете вулкан эмоций на вас наваливается а потом этот вулкан куда-то испаряется вот примерно так дальше что еще собственный ритм жизни у человека да он движется ну для сравнения по дороге да и движется так как ему хочется медленнее значит медленнее быстрее значит быстрее и неважно что он кому-то перегородил движение он может просто встать на дороге и сказать извините я тоже права получить и делайте что хотите объезжайте по другой дороге а если вам что-то не нравится вот он так скажет дальше следующее как вы понимаете самооценка тоже здравая может быть даже завышенная готовность но тут присутствует какое-то даже упрямство готовность открывать для себя что-то новое ну вот как в предыдущем случае не критичное отношение к себе не рефлексирует широкие взгляды на жизнь открытость комфортное общение да кстати вот при всем при этом при всем даже внутреннем упрямстве при движении да как ему хочется вот с ним комфортно вот понимаете мы вот этому человеку можно простить все его вот какие-то выходки в отношении там не знаю вашего пространства до или там в отношении того что он перегородил все движение он просто возьмет и так мило это скажет что ты скажешь да е-мое да пусть стоит он на этой дороге есть же много других дорог да я объеду что мне тяжело что ли развернетесь и поедете обратно вот вот этот человек умеет вот так вот перед вами раскрыться причем вот это как раз вот эмоциональность он эмоционально глазки загорят загорятся он вам так это красиво эмоционально скажет что ой простите я там встал ну меня уже понесло фантазии но вы понимаете о чем я да я уже просто пытаюсь создать какие-то ситуации жизненные чтобы описать характер этого человека очень общая умеет общаться умеет быть любезным умеет быть таким как как вам хочется вот в общении просто божий одуванчик но когда вот вы с этим человеком на каком-то принципиальном вопросе не сойдетесь он со своей точки зрения не сойдет вот вот так вот довольно упрям будет но вот при общении вы не поймете до тех пор пока не подойдете к этой черте где придется что-то делить или что-то но какие-то принципиальные вопросы выяснить вот так вот дальше следующий пример следующий пример у нас под номером 14 и что мы здесь видим мы видим такую игривую загадочную настроение меняется просто моментального человека то есть вот в процессе написания у нее просто меняется настроение то у меня такое то другое то еще какое-то значит любезность довольно любезный человек в общении но все-таки больше склонен к интроверту вот он умеет быть комфортным в общении но и ему все-таки комфортней самому находиться вот ну вот хотя бы перезагружаться где-то в одиночестве знаете он не кайфует от общения но он умеет общаться умеет хорошо общаться причем очень любезно очень мягко ну вот прям то как мы любим дальше так 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 вот мышление такое знаете выстраивание логичной цепочки поступательное такое мышление одно следует из другого да не не вот хаотично там у нас там будет по моему будет кто-то с хаотичным мышц мышлением а здесь вот как раз такое поступательное мышление человек понимает понимает ну пошагово идет к цели до пошагово идет к выводам каким-то да вот не перескакивает с одного на другое дальше следующий пример значит у нас такой пример так это у нас было уже сейчас это 15 пример перед нами человек интроверт изо всех сил показывает оптимизм но на самом деле внутри довольно пессимистично настроен то есть ну вот как то ну чувствуется может быть устал может быть что ну и есть какое-то вот ну вот пытается показать всем что да я же оптимист да я такой веселый да но ему это дается довольно тяжело внутри много сомнения дальше желание делать свой труд и вообще свою деятельность более легкость это кстати часто наталкивает на какие-то гениальные идеи вот вот часто таких людей которые ну вообще почему мы все эволюционируем потому что мы все лентяи да мы хотим упростить свою жизнь вот это тот человек которому не хочется сильно работать физически поэтому он находит какие-то варианты чтобы вот эту физическую работу перевести в умственную ну и тем самым сделать свой труд более легким умеет дать отпор даже грубо вот при все вот он не лезет на сцену да вот как у нас был пример что вот я выйду на сцену неважно какая у меня самооценка здесь все хорошо с самооценкой но на сцену не полезет но если ты ему на ногу наступишь он тебе даст такой отпор что ты будешь обходить эту ногу не знаю у тебя будет датчик встроенный дальше чтоб на ногу не дай бог больше не наступить да что еще амбиции очень хорошие очень хорошие при том что вот человек как бы не лезет вперед но амбициозный с хорошим мышлением до желанием сделать себе себе жизнь проще до чтоб меньше трудиться и вот такие люди часто находят какие-то новые решения новые какие-то открытия делают поэтому ну если дадите мне обратную связь мне будет очень интересно а дальше следующий пример например номер 16 я вижу что здесь оптимизм мечтатель такой знаете мечтатель что нам стоит дом построить нарисуем будем жить да но такой человек который больше мечтает нежели вот тогда приступает к общению к делам у него быстро перегорает то есть знаете вот намечтал себе какую-то деятельность начинает делать вот с этим энтузиазмом когда сталкивается уже с реальными какими-то действиями мы блин это же так все в мечтах это было намного интереснее да и вот возвращается опять мечтать там ему комфортней до в общении тоже опять много обещает но перегорает намного быстрее чем предыдущие примеры ну вот эта прочитанность книги наступает прям буквально с обложки да вот видит книгу я сейчас прочитаю а потом бах и забрасывает ее в дальний угол вот так значит что еще транжира вот этому человеку на голодный желудок в продуктовый магазин ходить нельзя а этому человеку нельзя иметь при себе много денег когда идет вообще в торговый центр или еще куда то потому что этот человек абсолютно не планирует свои расходы он а в принципе вот такому такой человек часто вот за счет своих мечт да он может быть довольно успешен ему главное настроить хороший приток денег чтобы эти деньги сами ему приходили за счет вот этих его фантазии бывают там писатели да или люди интеллектуального труда которые даже вот знаете если бы не не мечтатели то мы бы наверное не имели сейчас компьютера да то есть кто-то же намечтал это или ну вот все блага которые у нас происходят это все благодаря тому что кто-то когда-то это захотел вот вот я думаю что в этой сфере вам надо просто очень захотеть чего-то да и все у вас получится ну вот большая часть вообще энергии у вас располагается как раз вот в области фантазии даже вот здесь и сейчас вы не до конца как не ну хотя нормально живете да но вот для вас все таки вы часто убегаете вот в это вот пространство в котором все хорошо все идеально значит и проблема это не умение доводить дела до конца вот это вот обратите внимание пожалуйста ну вот при всем вашем оптимизме и хотелось бы вам оптимистичные эти сказать но тренируйте доведение дел до конца вот это вот ваше слабое звено если вы его наладите то все у вас пойдет классно ну может и сейчас классно в общем то тут еще знаете либо другая сфера другая другая модель поведения вы мечтаете а потом берете исполнителя который все это делает и доводит до конца потому что ну вполне возможно что вы много чего интересного придумываете вот от реализации тут к сожалению немножечко хромает вот такая у вас история а дальше следующий пример так это у нас какой семнадцатый пример мы видим что человек торопыга он торопится жить эмоции в движении вот это тот человек который при там определенной скорости движения он будет двигаться быстрее вы знаете вот это шахмати шахматить там или как это называется когда там перестраивается кто-то едет быстро вот этот человек и будет наслаждаться вот этим процессом он здесь и сейчас у него сконцентрирована вся его энергия вот именно здесь сейчас он наслаждается этим этой скоростью этим всем так не мечтает а делает вот вот этот человек будет не будет рассуждать вот кстати хороший тандем бы получился вот этот вот этот бы мечтал а вот этот делал но они им сложно было будет по скорости жизни да вот этот на скорости живет но как бы в плане мечт он знаете вот ближе к делу живет по принципу хочешь что-то получить да бери и делай вот вот так вот дальше здесь и сейчас человек живет так довольно близко расположены строчки и это говорит о том что он как бы может быть иногда даже очень торопится жить очень вот настолько он мысли уходят вперед что он не успевает вот он концентрируется на том чтобы здесь и сейчас жить но не хватает у него ну вот усить не то что нет усидчивость есть просто настолько торопится жить что вот бывают мысли такие что может я слишком быстро живу а потом он отгоняет от себя эти мысли и продолжает дальше так жить ну может быть мешает где-то импульсивно вот это вот дальше и довольно крупный почерк что говорит о том что человек не способен остановиться на одном из своих многочисленных увлечений не может выбрать какую очередь ему вставать к умным или красивым вот он и мечется между двумя очередями но что поделать имеет право потому что и трудолюбив и ответственным и и все как бы при при том что он торопится да он ничего не забывает он все доводит до конца он все везде успевает да он довольно экономен да ну вот как бы умеет планировать свое время ну вот вот так вот не бывает все хорошо да и вот придется выбирать очередь к умным или красивым не знаю я сегодня пытаюсь сразу на двух в двух очередях очутиться да видите красивая за счет шапочки кстати о чем она больше не моргает батарейка наверно села видите умной умничаю потому что да следующий пример номер 18 что я вижу пляжущий размер букв это вспыльчивость неуравновешенность повышенная эмоциональность быстро заводится и быстро тухнет может быть даже в связи с этим агрессия придирчивость нетерпеливость но знаете при этом нестандартное мышление человек с нестандартным мышлением а вот это вот хаотичность движения хаотичность мышления почерки это хаотичность это как раз мышление такое же человек нестандартным мышлением может находить какие-то вообще такие ходы которые на человек с последовательным мышлением никогда не найдет ему для того чтобы на это наткнуться надо всю жизнь прожить а этот может в одночасье за счет хаотичности движения найти такую золотую жилу что ухо-хо мама не горю главное потом застолбиться да вот ему это сложнее сложновато делать но ничего страшного в принципе возьмет какого-то исполнителя к себе в команду и все будет хорошо вот так вот и последний на сегодня пример номер 19 это человек который живет по принципу счастье любит тишину он не будет лезть на сцену показывать как он счастливый как дима билан вчера не делала этот фрагмент когда у него спросили ты счастлив он сказал я совершенно упакован да но как бы это конечно же не признак счастья вот здесь человек знает свой признак счастья и никогда ему его никому не разболтает не пойдет на сцену и не начнет рассказывать как он упакован если он упакован значит он будет тихонечко наслаждаться своей упаковкой и не будет кому-то что-то доказывать человек довольно нерешительный ему вообще выйти на сцену и что-то сказать очень сложно и не надо в общем-то не не всем надо быть на сцене если бы всем надо быть на сцене то стулья бы ставили как раз на сцене до артист в зале выступал получается что ну вот это тот человек который будет наблюдать и делать свои выводы ему не нужно не нужна огласка жизни да ему спокойно живется в своем каком-то мире ему не надо покорять мир у него может быть не хватает каких-то амбиций бойцовских качеств они ему и не нужны спокойненько идет себе по своей дороге и в этом его счастье вот такие у нас на сегодня примеры надеюсь что вы нашли в них себя ну я очень хотела не хотелось может быть больше даже разобрать но я понимаю что ну я уже и подустала и в общем то может быть если будет окошечко я еще до разберу кого-то может быть сделаю анализ по нумерологии по граф по формуле души но в общем ваши данные у меня сохранились я обещаю вам что не буду их никуда использовать без вашего согласия ну вот если будем разбирать то обязательно вы об этом узнаете да еще раз хочу поздравить вас с новым годом поблагодарить за то что вы со мной вы вы такие классные я так люблю вас если вы только знали просто знаете я поначалу меня пугали часто ваши комментарии негативные а сейчас я понимаю насколько вы мудрые насколько много вы мне даете вот через свои комментарии через свои сообщения вы извините если я кому-то не отвечаю просто я на скорости бывает прочитаю улыбнусь да меня очень радует когда вы даете обратную связь когда у вас что-то получается благодаря тем знаниям которые вы получаете у меня на канале у меня в обучении поэтому я я так рада что мы с вами встретились я я благодарна вам что вы поддерживаете мой канал своим присутствием своими просмотрами своими оценками комментариями очень прошу продолжать это делать и желаю вам чтобы у вас двадцать втором году все получилось чтобы уже этот коронавирус от нас отстал чтобы мы уже начали ездить без всяких этих справок да без всяких этих ограничений по всему миру чтобы мы с вами встречались очень хочу с вами встретиться где-то где-то тут в турции да ну вот я у меня такое желание да но посмотрим как как получится как бог даст все все получится я уверена вам всем желаю благополучия процветания чтобы у вас все складывалось так как вы хотите чтобы вы почувствовали вот этот рост чувствовали радость от жизни каждый день чтобы просыпались утром счастливыми и ну засыпать можно в принципе уже уставшими но все равно счастливыми вот так вот хочу вам пожелать всего самого-самого лучшего доброго светлого главное кстати здоровья чтобы у нас наступила это благополучие которого мы все так долго ждем люблю вас еще раз очень сильно желаю вам счастливого нового года встретимся уже теперь в новом году в этом году я если только сообщение буду писать а видео я уже не буду делать в этом году но в следующем году ожидайте я уверена что будет очень интересно мы найдем кого разбирать мы это умеем люблю вас очень сильно с новым годом ура пока пока